Здравствуйте, наши дорогие друзья и зрители телеканала ТБН! С вами пасторы Петр и Галина Беднюк в программе «Твой лучший день!» Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей передаче мы будем говорить о состоянии сердца. И это действительно очень важный момент, когда мы в жизни сознаем, насколько важно, что происходит в нашем сердце. И мы знаем, что даже физически человек иногда кажется крепкий, но сердце слабое – раз, и человека нет. Но или человек бывает все кажется больное, и человек живет, живет, живет. Почему? Потому что говорят, у него сердце крепкое. И очень важно, чтобы наше сердце крепкое было, это духовное наше сердце, которое от Бога, которое воспринимает Бога, с которым мы общаемся, которое, можно сказать, определяет даже, как мы эмоционально реагируем, и как мы поступаем, какие решения мы делаем. Понимаете, это все зависит от того состояния нашего сердца. Поэтому мы хотим с вами сегодня просто обозревать именно эту тему. Иногда я слышал, пастор Галина, что люди называют сердце – это как двигатель. И мы все знаем, как важен двигатель, если взять, с техникой дело связано. Но что интересно, что все равно всему приходит как бы конец. Но что интересно, в Боге, дорогие друзья, Бог дает людям новое сердце. Вы скажете, как это может происходить? Если сегодня врачи могут поменять сердце, это временные вот все равно дни нашей жизни на этой земле, то, дорогие друзья, Господь дает нам такое сердце, которое работает всю вечность. Вы скажете, возможно ли это какая-то сказка? Но это не сказка. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную и на суд не переходит, но перешел от смерти в жизнь. То есть Бог забирает у нас каменное сердце, порочное сердце, лукавое сердце и дает нам плотяное, доброе, чистое сердце. И мы можем зреть Бога. Не просто один раз увидел, и на этом все. Мы можем пребывать с Богом в вечность. О, дорогие друзья, это так чудесно. Иисус, Сын Божий, Он сказал, что блажен и чистое сердце, ибо они Бога узрят. То есть они будут в Его присутствии всегда. Узрят это не просто так, вот увидел и на этом все. Нет, они будут с Богом всегда. И Господь, Он заключил завет со своим народом Израилем. И через Израиля сегодня мы также подключаемся к этому завету, потому что нет другого завета. И Господь говорит, наступают дни последние. Это мы живем в последние дни. Где Господь говорит, пророк Еремий говорит, что наступают дни, когда я заключу новый завет. Завет – это соглашение, это сильное, ну, как сказать, соглашение, да, сильное. Бог не нарушает свой завет. Он говорит, все может измениться в этом мире, все меняется, но завет мой пребудет вечно. И что же он говорит в этом завете, пастор Галина? Он говорит, что я заключу с домом Иуды, с домом Израиля новый завет. И мои законы, мои уставы, мои повеления, заповеди, говорит, я вложу в их ум, в другом месте написано, в их внутренность, ум нашей, внутренности. И на сердцах, на скрижалях нашего сердца, он напишет эти законы. И говорит, они будут знать эти люди меня, от малого до большого. И что еще интересно, я, говорит, буду их Богом, они будут моим народом. И я вселюсь в них. Вы знаете, когда вы вселяетесь в квартиру, вы живете какое-то время. Даже свой дом построили, думаете, о, дом свой лучше, чем квартира. Теперь я буду в своем доме, как будто и вы на всю жизнь собрались, не на всю жизнь, на вечность. Но мы понимаем, что жизнь коротка. Но Бог заключает такой завет, и где мы можем в его присутствии, в его доме жить вечно. Да, и он действительно говорит, вселюсь в них и буду обитать. Вы знаете, написано, что Слово Божие вселяется в вас обильно. Вот именно, что через Слово Божие, которое мы читаем и принимаем. В сердце. В сердце свое. Знаете, как принять? Это согласиться. Мы думаем, что, ну вот я принял, а как и знаю, принял, не принял. А, понимаете, сегодня мы видим, что происходит. Люди как будто бы соглашаются, ходят в церковь, заключают завет с Богом, проходят, может быть, водное крещение, или, может быть, даже в детстве их крестили. А потом, когда приходят, знаете, у них свои нравы, сегодня мир навязывает другие ориентации, и люди сориентированы, а потом берут и выкручивают закон Божий, выкручивают под свой интерес уже, под свой нрав, под свои, может быть, именно желания, которые уже извращенные. Обратите внимание, эти желания извращенные. Это очень большое преступление, даже когда люди сегодня говорят, что люди родились, они с детства такие вот неправильно сориентированы. Конкретно вы понимаете, о ком я говорю. Понимаете, это, можно сказать, уже Богу вы заявляете, что Бог что-то не доделал. Вот Бог сказал, что это мерзость в глазах его, а вы говорите, а он бедный и несчастный человек, он родился такой. Вы знаете, это получается, вы обвиняете Бога. Бога, что Бог лжец, что он неправильно, он требует от нас того, на что человек не способен. Вот он не может, вот он, мальчик любит мальчика и все, понимаете, или девочка любит девочку. Нет, вот вместо того, чтобы признать, что вжился где-то, вселился в меня порог, где-то вот это извращение, это Слово Божие говорит, это не я говорю, понимаете, и даже я не придумала это, это Богу мерзко, это он сказал, что... И когда человек буквально, знаете, заявляет это Богу, это преступление. Когда человек конкретно показывает, что вообще первое назначение, которое Бог дал человеку, знаете, какое? Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Это одно из главных поручений человечества. И, понимаете, такой стиль жизни, я увидела, что это вообще террор против человечества. Это террор. Это уже выживание. Два мужчины, они, кажется, понравились, да, они начинают жить вместе, и они имитируют тот Божий замысел, имитируют извращенный. Понимаете? Почему я говорю? Потому что многие христиане с этим согласились и говорят, не так все страшно. Им хорошо, они никого не трогают. Они, знаете, они часто очень даже действительно милые люди, казалось бы. Понимаете? Но никто не заглядывает в их сердце и не понимает, что их заставляет именно мужчины жить с мужчиной, потому что чаще всего ненависть к женщинам. У них такое противление на таком внутреннем уровне, и они сами этого не понимают. И вместо того, чтобы понять, что это враг вторгся, может быть, даже уже в ДНК вторгся. Уже, может быть, это в предыдущих ваших поколениях, где уже, может быть, папа смотрел на мужчин, или, может быть, даже позволял себе. Потому что нам кажется, что, ой, это только сейчас. Сейчас они вышли на уже открытую, а это всегда было. Понимаете? Это всегда люди поколения. Это в Левитам написано, это вообще, когда только народ Божий вышел из Египта. И уже Бог их предупреждает, что это мерзость. Он говорит, это проклятие, и еще, это даже самый главный, можно сказать, грех, за который были уничтожены 10 народов ханаанских. Это ханаана, 10 сыновей и 10 народов были уничтожены именно за это развращение. Поэтому, дорогие друзья, мы продолжим эту тему, возвратимся через несколько секунд. Друзья, вы в программе «Твой лучший день». Сегодня ваш самый лучший день. Мы имеем возможность слышать Слово. И Господь говорит, кто имеет уши слышать, да услышит. Было положение, и есть такое положение, что Господь обличает часто своих людей. Ну, Он со скорбью смотрит. Он говорит, что имеют уши, слушает, но ничего не слышит. Глаза сами смотрят и ничего не видят. Почему? Причина огрубела сердце человеческое. И о чем пастор Галина говорила, о этих вещах, этих последствиях, что сегодня происходит в этом мире. И люди сегодня оправдывают себя. И многие становятся, ну, не для того, что в такое положение, как бы защищают это вот положение, что сегодня происходит разный разврат. Но, дорогие друзья, сегодня нужно заглянуть в то Слово Божие. О чем мы сегодня уже упоминали, что Бог заключает завет. И Он сказал, что я научу от малого до великого. Сегодня развращение великое на этой земле, дорогие друзья. Но Господь хочет, чтобы мы смотрели. Мы никого не судим. Мы смотрели. Слово Божие. Сарь Давид говорит, Господи, испытай мое сердце и узнай. Поэтому, когда вы идете к врачу, вы не издаете анализ другого человека и не проверяете состояние сердца или других органов вашего тела за другого человека. Вы свое проверяете. Поэтому сегодня так важно заглянуть. Важно заглянуть, но вот именно важно узнать, что наша ответственность, Слово Божие конкретно предупреждает, говорит, не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Вот почему некоторые люди думают, что вот почему вы такие вещи говорите. А потому что, если не обличают, если не мы, те люди, которые знаем волю Божию, знаем Слово Божие, знаем истину Божию, и мы молчим, как эти люди могут знать? Вы знаете, что очень интересно? Это лукавство, Павел Галин. Да, я вспоминаю, это уже сколько лет назад, моей дочери почти уже около 30 лет. И я помню, когда в школе они именно проходили эту тему. Считали, что правильно, неправильно, как бы как судейский такой это был. И интересно, что когда моя дочь сказала, что это запрещено, как бы вот такой нечестивый образ жизни мужчины с мужчиной, это в Библии запрещено, то он ей даже сделал, знаете, вызов, сказал, говорит, вот если ты мне принесешь, человек, живя в Америке, представьте себе, это же люди более-менее, если они не сами верующие, то их родители были верующие. И вот он не знал. И он говорит, что типа думал, что верующие это придумали, нам это не нравится. И он действительно сделал вызов о том, что говорит, что вот если ты мне принесешь, покажешь, конкретно написано в Слове Божьем. Ну, конечно, мы позаботились, понимаете, что это действительно написано в Левитом, и это во второй главе уже Римлянам, и мы все это выбрали, все написали буквально, понимаете. И он был очень даже удивлен, когда он увидел, что в Слове Божьем это написано, потому что он думал, что это просто вот мы сегодня, можно сказать, так противимся. Дорогие друзья, вот очень важно нам знать Слово Божие, вложить эти законы Божьи, это вот впустить самого Господа в свое сердце, понимаете, и пустить именно покориться этому, понимаете, покориться Его воле, не своему нраву, не своим интересам, потому что так преподается, что они не... Бедные люди, они невинные, они вообще не виноваты, что они такие родились, и они так сориентированы, они даже не поняли, как вот они страдают, бедные, а мы еще им усугубляем. Нет, нам надо помочь и сказать им, что нет, вы не родились, а вас обманул лукавый, и он обманывает и доказывает вам, что вы пытаетесь быть тем, кем вы не являетесь. Это самое большое преступление, которое сделал дьявол. Он не был Богом, но он хотел быть похожим на Бога. Он сказал, я буду как Бог, понимаете? И вот лукавство еще из сердца испорченное заключается в том, что мы претендуем быть тем, кем мы не являемся. Понимаете? Да, и Библия дает конкретный диагноз. Библия – это Бог написал эту книгу через своих пророков, и Он дал диагноз сегодня. Как вы к врачу идете, Он дает вам определенный диагноз каких-то ваших заболеваний. И вы, если следуете Его советам, вы можете получить большую помощь. Сегодня Господь говорит, что весь мир в грехе лежит. Согрешили мы, дорогие друзья, нужно это признать. И сердце человеческое крайне испорчено. Нам неприятно иногда слышать диагноз. Неужели у меня так все плохо? Ну, не все у вас так плохо. Вы созданы чудесным Богом, который любит вас, который вложил много в вас прекрасного, самого замечательного. Но есть порок, дорогие друзья, и нам нужно признать. Знаете, когда люди заболевают, им трудно согласиться. Ну, как это со мной произошло? Они не могут себе просить самому. Ну, где же я упустил, где то? Ну, дорогие друзья, после того, как у нас что-то заболит, заколит, мы уже идем, обращаемся к врачу, и нам говорят, о, вы запустили там, или у вас такие вот дела происходят. Сегодня Господь хочет помочь каждому из нас. Он диагноз ставит, скрывает не для того, но чтобы вот эта опухоль вышла, этот чирь. Вот, он хочет нам помочь, но нам больно в это время. Поэтому, может, кому-то больно слышать эти слова. Но Господь сегодня говорит, что, так как они, не познав Бога, не прославили Бога, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, мы их сердце говорим, называя себя мудрыми, а безумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Сегодня люди больше поклоняются не Богу, а этим вещам, которые мы говорим. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они осквернили сами свои тела, свои сердца. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. И мы не будем об этом читать. Вы все знаете, что сегодня в этом мире происходит. И частично говорили. Дорогие друзья, что значит Бог предал, пастор Галина? Объясни это. Да. Получается, Бог перестал уже обличение, которое Духом Святым обличает нас и говорит, что неправильно. Он как бы оставил уже их обличать, и они уже в своих похотях разжигались дальше и дальше. Уже знаете, уже кто на что гораст. Но что интересно, вот о чем мы говорили, что болевые эти моменты нам показывают, что что-то ненормально. И вот когда мы слышим действительно Слово Божие, и оно у нас, знаете, это так сразу неприятно нам. Это конкретно показывает, что фактически сигнализация сработала. Поймите, что болевые ощущения, фактически, это самое большое благословение, которое в нашем организме Богом заложено. Мы не хотим, чтобы что-то болело, но это сигнализация, которая срабатывает, и вовремя весь организм кричит, что-то ненормально, что-то ненормально. А люди игнорируют, что сегодня происходит, что медицина делает. Получается, отключают сигнализацию, выпили таблетку и продолжают кушать то, что не надо, продолжают вести нездоровый образ жизни, и ожидают, думаю, так как-то пройдет. И понимаете, если точно так и духовно, если вы отключаете сигнализацию, вы заглушаете свое сердце, которое вас обличает, Дух Святой, вам некомфортно, вы избегаете эту информацию, понимаете, вы берете наоборот, слушаете то, что вам показывают сейчас, и это как им было плохо, как они, бедные, страдали, и как вот я увидела даже, что делает телевидение, дорогие друзья, верующие, что делают современные эти фильмы с умом верующего человека. Вот так вы посмотрели, так случайно расслабились один фильм, где видели, что бедная эта женщина, как она страдала, как он такой негодяй, такой он плохой муж этот был, он ее не ценил, не любил, и вот наконец кто-то влюбляется в нее, и так ценит ее, и она бросает своего мужа, бывает с детьми, и вот она находит на конец любовь, и они так живут хорошо, им так хорошо, и мы, верующие люди, знаем, что это мерзко пред Богом, знаем, что это грех преступления, мы смотрим, и мы незаметно соглашаемся, как мы, вроде мы не делаем решение, но мы не заметили даже, как мы согласились с этим, потому что нам понравилось, думаем, действительно, посмотри, как она страдала, а что, она не имеет права на счастливую жизнь, и мы соглашаемся с этим, и мы незаметно одобряем одобряем те преступления, которые Слово Божие не одобряет, а потом этот грех пришел в нашу жизнь, а потом не заметили, что я уже недовольна своим мужем, почему? Я довольна, слава Богу, понимаете? Потому что я бодрствую, и, дорогие друзья, я не осуждаю тех, кто были в мире, и они действительно не знали Бога, и у них враг нашел доступ в их сердца, и они, можно сказать, вот так вот поступили, и они разошлись, и сегодня, может быть, уже переженились, уже по несколько раз, поверьте, в нашей церкви очень много людей, которые поменяли семьи, но они это сделали до того, как они были верующими, понимаете? И сегодня, да, они сожалеют, но сегодня Бог дал милость, просил, мы их благословляем, мы воодушевляем их, учим любить, хранить сердца, правильные отношения. Но вы знаете, сколько боли, когда где-то дети, которые до сих пор не прощают маме, что вот как-то мама нас бросила, как это ты, понимаете? Даже когда там было, что, казалось бы, ужас, от которого мама убежала, понимаете? Но, дорогие друзья, эта женщина не знала Бога, понимаете? Когда вы знаете Бога, когда мужчина, вы уже познали Бога, не бежите от Бога, не бежите, не бросайте свою семью. Будьте верны, как Бог верен, будьте до конца, стойте, и просите у Бога, и Бог поможет. Бог изменит ситуацию. Если вы искренно, искренно, и еще раз искренно, чисто и чисто, перед Богом будете ходить, Бог выведет вас, Бог сохранит вас, благословит вас, направит вас, дорогие друзья. Мы возвратимся через несколько секунд и продолжим эту тему. Друзья, мы продолжаем замечательную тему. Состояние сердца. У вас сегодня лучший день. Вы в программе «Твой лучший день». Бог милостивый и благ к народу своему, к людям. Он сегодня благословение свое не спосылает и на добрых, и на недобрых, на злых, и не на злых. Но, дорогие друзья, все зависит от того, что мы сделаем с той благостью и милостью, которую Бог сегодня дает. Бог хочет, чтобы наше сердце было право перед Ним, чтобы мы исправили свои пути. Есть пути, которые кажутся нам прямыми. Все нам свойственно думать, что мы хорошие люди. Никто не отрицает этого. Вы хороший человек. Но без Бога мы, дорогие друзья, не до порога к Богу. Поэтому это не просто поговорка, это на самом деле так. Диагноз – мы согрешили, а за грех – смерть. Поэтому, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Бог предлагает спасение, искупление, свободу, от греха, дорогие друзья. Потому что Бог свят, и Он не может мириться с грехом. Поэтому сегодня Господь призывает нас, чтобы мы примирились с Ним. Завтра не в наших руках. Наша жизнь в Божьих руках. Вчера прошло, завтра не наступило. Но сегодня лучший день в вашей жизни. Сегодня. В Библии нигде не говорится завтра. Всегда говорится сегодня. Когда вы услышите голос Божий, не ожесточите ваших сердец. Как это было в истории Израиля и в истории человечества. Когда люди ожесточали сердца, они только проигрывали. Но те люди, которые смирялись перед Богом, делали мягкими своими сердца, принимали Божьи мудрость, Божьи советы, они всегда выигрывали. Не просто в этой жизни, но в жизни вечной. Да, и мы видим вот состояние сердца, о чем мы говорим, да? О состоянии сердца лукавства. Вот в чем заключается лукавство? Оно именно и заключается в том, что человек знает волю Господина и не делает. И вот о чем я говорю, что это одно, когда человек не знал. Когда человек был без Бога, он расслевал своих похотях, кто-то кому-то изменял, где-то были совершенно много боли, разочарований, предательств. Это одно. Но когда вы пришли к Богу, поймите, что Бог вам дает сил и Бог дает вам любви простить. Простить даже несмотря на то. Я вам скажу, что Библия, она дает разрешение разводиться в случае измены, но я знаю одно, что Бог продемонстрировал свою волю еще даже в Старом Завете, когда Он просил пророка, который женился на блуднице и которая гуляла, изменяла ему, а он возвращал. И Бог этим пророком через его жизнь показывал, что я, несмотря на то, что вы изменяете, я все равно готова вас принять. И он принимал ее снова, и она снова от него убегала, уже были дети, понимаете? И вот я, когда вижу этот образ и характер нашего Бога, и если мы имеем его в сердце, поверьте мне, что у вас есть благодать, чтобы простить даже измену. Простить, покрыть, и просто, знаете, явить милость. И поверьте мне, что если этот человек оценит потом ту явленную ему милость, он будет всю жизнь восценить не так, даже как может быть до греха. Поэтому, если у кого-то сейчас может быть вот эта ситуация, что вы не знаете, что делать, то поверьте мне, что милость превозносится над судом. Если вы явите милость, и вы еще раз помилуете, вы ничего не потеряете. Понимаете? Что мы думаем, что вот, я страдаю, потому что, значит, почему? Потому что уже жить с ним не могу, он мне всю жизнь испортил. Поверьте мне, что Иисус всю жизнь свою отдал для того, чтобы спасти нас. И если от вашей жизни потребуются, может быть, какие-то страдания, написано, что вы участвуете в страданиях Христовых, как? Когда мы терпим ради кого-то, чтобы кого-то приобрести, Богу возвратить. Понимаете? И нам иногда это так мало по сравнению с тем, что Иисус страдал, сколько Ему стоило спасти наши души, сколько Он страдал для того, чтобы дать нам вечное прощение. И вы поймите, что немногим людям сегодня вмещается вот даже эта простая истина, простая милость Божья, что можно попросить прощения у Бога, и Он простит, и Он снимет это бремя. Если мы ожидаем это от Бога, почему мы думаем, что мы не способны на это? Понимаете? И если вы хотите, чтобы Бог простил ваши грехи, научитесь, дорогие друзья, прощать грехи других людей. И вы знаете волю Господина, исполняйте ее, чтобы не допустить это лукавство в ваше сердце. Да, поэтому Бог изберет себе народ смиренный, особенный. Дорогие друзья, Бог будет исцелять смиренные сердца. Не только ваши тела, и не только ваше физическое сердце. Ваш дух, он исцелит вас для вечности. Это так прекрасно. Поэтому испытаем себя, исследуем себя, Писание говорит. И Псалмопевец говорит, что изри, Господи, то есть проверь меня, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Дорогие друзья, не будет нам извинения. И он дальше говорит, Псалмопевец, что не дай уклониться сердцу. Вы знаете, уклониться, это вот уклониться нашему сердцу. Для чего? Моему сердцу. К словам лукавым, для извинения дел греховных, вместе с людьми, делающими беззакония. И да не вкушу я от слосей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость, пусть обличает меня, это лучший лей, который не провредит голове моей. Дорогие друзья, но очень Господни против делающих зло. Поэтому, знаете, часто медицину, которую мы принимаем, которую врачи нам приписывают, когда мы лечимся, она не всегда нам приятна. Мы не хотим ее даже и притрагиваться к ней. Но мы через силу как-то вот собираемся, знаем, что она поможет, это надо, и мы верим в это даже. Поэтому, дорогие друзья, не всегда слова Господни, ну просто, ну как то, что нам просто так приятно. Хотя они написаны слаще меда. Да, слаще меда на самом деле. Поэтому вкусите и увидите, как благ Господь. Господь любит вас сегодня, Он хочет исцелить ваши сердца. Он прямо уже сейчас исцеляет, если вы открываете свое сердце для Него. Да, дорогие друзья, мы благословляем вас. Благословляем на открытость перед Богом, на искренность, на чистоту, потому что Он является этой истиной. И если вы Его примете, придет благословение, придет этот поток жизни Божьей, который смоет весь этот порог. Все обиды ваши, все огорчения, все разочарования в людях, в Боге. И вы увидите это благословение, которое будет как поток, как чистый поток протекать в вашей жизни. Мы благословляем вас, дорогие друзья, на то вот эта покорность Богу, покорность воли Божьей, покорность Его Слову. Вот это действительно согласие, согласие с Его волей, не просто согласие, а когда вы будете совершать это, когда Он вас встретит, скажет, добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего. И вы не услышите этих слов, лукавый и ленивый раб. Ты знал волю Господин. Да, и не исполнял. Поэтому, дорогие друзья, мы хотим, чтобы вы были теми людьми, которыми Бог обратится с такими чудесными словами, которые действительно скажут, добрый и верный. И вы тот человек будете, потому что вы сегодня слышите слово, оно производит определенное действие. Спасибо, дорогие друзья, что вы были в программе «Твой лучший день». Мы посылаем вам шалом. «Твой лучший день»